Что такое матрица? То есть те индивидуумы, которых как винтики смладу обтачивали для работы системы и ее обслуживания, вытирали ей пот и подбирали помет. Система устроена так, что смладу в нас вкладывает не созидание и умение что-то конструировать, она нас учит лишь подчиняться, жить без цели и не найти себя в жизни. Где звучат эти слова? В легендарном фильме «Матрица», то есть из телевизора, который является тоже частью системы. Было воспитано целое поколение, которое считает, что все их знания не могут быть разводом. Обман системы же не может быть таким масштабным, заставивший поверить в себя столько людей. Возьмем, к примеру, научных людей, у которых настоялось твердое убеждение, что им о мире известно все, и выходить за пределы этой известности для них полный абсурд. Но так ли это на самом деле? Давайте проверим вместе этим небольшим путешествием в непревзойденную Камбоджу. Глава первая. Махендра Парвата. Камбоджа вообще удивительное место, ведь она вообще мало кому известна. По учебникам истории мы о ней вовсе ничего не знаем. Ведь сопоставляя то, что глаза наши видят, мы видим в Камбодже такие технически сложные комплексы, построенные как мегагигантская плата, что понимаешь, насколько это общество было развито технически, эстетически и имело свободное время. В отличие от нас, этому научиться и столько комплексов возвести. Что было на этой территории? Мы до сих пор находим затерянные города, заросшие джунглями, которыми от силы два века. Таким исключением не стал и комплекс под названием Махендра Парвата. Когда его нашли? В одном из источников пишется, в 2013 году научной экспедицией был найден древний город при помощи лазерного аппарата Лидар. Он был прикреплен к вертолету, с которого и велись поиски затерянного города. 2013 год. И только узнали, что там что-то есть. Исследование местности проводилось до 2017 года. Это вот буквально только что. Ученые облетели огромную территорию на самолетах, делая лидарную съемку. Как информационные сайты пишут, археологи и историки знали о его существовании, но не могли найти этот древний мегаполис. То есть шесть веков историки и археологи знают, что там есть город, но нашли только пару лет назад. Как он вообще мог исчезнуть подальше от глаз научных людей на столь длительный срок? По строениям в Камбодже мы видим общество с таким шикарным развитием, отчего куча вопросов появляется. Что историки и археологи вообще знали? Где этот исторический рассказ? Идеальная детализация зданий вблизи уже поражает впечатление. Но вы посмотрите на снимки и с высоты. У нас и с лазерным уровнем люди простой дом ровно поставить не могут. А в Камбодже 35 квадратных километров идеально спроектированы. Целый город под один проект. По вашим же исследованиям сказано, что общество умело искусственно изменять горный ландшафт. В городе было много великолепных зданий, которые вы почему-то обозвали храмами. Были проложены многочисленные каналы, созданы водохранилища и рисовые поля, построены дороги, дамбы, то есть старинные гидроэлектростанции. Ваше же мнение, что то, что было общество диким и не имело технику, не смог подтвердить научный антропогенез. Ведь все их попытки и опыты оказались провальными. То, что у них выходило, это можно использовать лишь при подделках и действительно, живя в землянках. Но никак не выстроить такие точные, как здания в отдельности, так и весь суперточный комплекс города в целом. Глава 2. Пирамида смерти Кох-Кер Стандартный вопрос. Как строили? Вот вам фотография. Это узористая вышиванка на камне. Это не ручной труд, а станочный. Помню, Женя из канала «Разгадки истории» подбрасывал видео, как сегодня умелец только на дерево, чтобы перебросить рисунок в 3D формате. Там уже перечислил целый подбор электрических инструментов и станков. С камнем немножечко сложнее. Да и еще узоры и кружева обрисовать по всему зданию. Как это строили? Спросить у историка. Ну, человек расскажет, так как его заставляли зазубрить. Но по этому фантастическому полету фантазии никогда не получится что-то подобное соорудить. А вы строителя со стажем подведите и спросите, что нужно, чтобы это построить. Он вам расскажет приблизительно по сегодняшнему уровню развития, что нужно задействовать, чтобы подобное сегодня попробовать возвести хотя бы приблизительно. И то это будет хуже. К примеру, как в случае с Перу увидели, когда старинная кладка с идеальной подгонкой швов развалилась, сколько настоящие специалисты реставрации не пробовали поставить на место, у них ничего не вышло. Все равно зазор оставался. То есть современные специалисты даже отреставрировать не в состоянии до такой идеальности при современных технологиях. Уже молчу за то, чтобы построить. Описывается пирамида так. Разрушенный город, затерянный в джунглях Камбоджи, и пирамида смерти Кох-Кер, куда нет дороги и руины, как считается, столицы Кхмерской империи, это древний храм, внутрь которого не сумела спуститься ни одна экспедиция. На территории 35 квадратных километров были и культовые сооружения, среди которых таинственная пирамида, так напоминающая мексиканские. То есть вновь встречаем в Камбодже цифру 35 квадратных километров. И вновь это культовое сооружение и храмы. Жили в соломенных хижинах дикие люди и возводили на 35 квадратных километров храмы с такой точностью, что современные строители репу чешут. От таких слов просто хочется вернуться в тот период, когда у нас, у людей хватало времени что-то созидать, создавать и еще имели пропитание. Ведь сегодня мы с утра до ночи не созидаем. Нам придумали столько лишних и бестолковых профессий, которые совершенно не развивают вас как личность, скучных и бездарных, которые мы все бы с удовольствием бросили бы. Но приходится рабски вкалывать с утра до ночи и только ради того, чтобы нам хватало на миску похлебки. И то после того, как мы первостепенно оплатим все свои счета, которые государство с любовью матери на нас повесило еще до нашего рождения. Спасибо тебе, родное государство. Спасибо тебе за все эти долги, которые ты вешаешь на меня и на нас всех. Спасибо процветания тебе. Семиступенчатая пирамида находится за внутренней оградой в самом центре древнего города. Ее высота 32 метра, а длина стороны основания 55. На верхушке храма, словно страж, высечена Гаруда, мифическая птица бога Вишну. В давние времена здесь была еще и огромная линга, символ Шивы, высота которой была не меньше 4 метров и вес около 24 тонн. Для визуального опыта, вот вам видео 32-тонный кран поднимает загруженный контейнер 23 тонны. То есть на тонну меньше. И это отнюдь не на 32 метра. И это отнюдь не на 32 метра. Говорят, что изначально была на вершине и 5-метровая золотая статуя. Но когда в 1930 году Прасад Тхом обнаружила французская экспедиция, а наверху французы разводят руками и набожно крестятся, ничего найдено не было. А так как спустить вниз такую громадину без специальных механизмов просто невозможно, то предположили, что статуя упала в отверстие, которое зияет на вершине загадочной пирамиды. Проверить это, к сожалению, невозможно. Все, кто спускались внутрь пирамиды, назад не возвращались. На 15-метровой глубине перестает работать любая аппаратура, а страховочные вировки, на которых спускались люди, кажутся не развязанными, а просто оборванными. Не удалось пробраться к пропавшим и через отверстия, которые пытались пробить французы в самой пирамиде. Тайна пирамиды так и осталась нераскрытой, во всяком случае, так нас заверяют официальные источники. Глава третья. Рукотворное море в Камбодже. Вот мы все озадачиваем историков, незнанием ими настоящего прошлого только по одной архитектуре. А как вам наряду с остальными комплексами такой искусственный водоем? Называется Рукотворное море Западный Барай. Описание его следующее. Представьте себе гигантский, выкопанный древними кхимерами, искусственный водоем точной прямоугольной формы, протянувшийся с востока на запад. Его длина составляет 8 километров, ширина 2 километра. В глубину он достигает 5 метров и вмещает до 80 миллионов кубометров воды. Индуистский храм Западный Мибон, построенный прямо посредине водоема, имеет правильную форму квадрата с длиной ребра в сотню метров. По периметру квадрата расположены башни с верхушками в виде цветка лотоса. Все источники по описанию склоняются к тому, что водоем этот был вырыт. Допустим. Даже если такое вырыть на 5-метровую глубину, повторюсь, помимо того, что надо выстроить и другие сооружения, которые с высоты мы видим там везде, целые километры вкладки, оставшиеся от громаднейших космического масштаба чудо-городов. Так вот, 5 метров в глубину. Вы понимаете, что это за глубина? 8 километров в одну сторону, 2 в другую. Третий раз, повторяю, наряду с точнейшими геометрическими городами, остатки сложнейших зданий, которые мы видим лишь по крупицам уцелевшего, где многотонные блоки, чтобы поднимать только на метр от земли, хрипели бы из современные 32-тонные краны. Я уже молчу, что в Камбодже их поднимали свыше 30 метров. Так вот, плюсуя все это, опровергать, что механика, машины, робототехника, науки и развитие цивилизации не то, что не уступали современным, но и были намного выше, это и говорит о том, что историки прошлое не знают, что должно быть сенсацией и для них самих, ведь они в догматы, которые заставили зазубрить столько поколений неистово веруют. Во-вторых, я сомневаюсь, что берега этого озера земляные, как в городах в форме звезды, где тоже эти ровные водяные каналы присутствуют, как береговые линии сохранились, это под грунтом должна быть кладка, чтобы, собственно, неоднократно фиксировалась у берегов. То есть нету звезд никаких земляных валов, очертания их бы размылись со временем, дождями, ветром, войнами и прочим, и прочим. Но мы как видим кладку, так и понимаем, что... Отчего берега сохранились в такой точной геометрии? Под грунтом звезд всегда присутствует или кирпич, или камень. Вот так и тут. Вы только представьте 2 километра в ширину и 8 километров в длину, и это все обложить кладкой. Причем водоустойчивой, а не современной говенной, где вода путь себе обязательно пробьет. То, что это делалось действительно под водоемы, уже нисколько не вызывает сомнений. Это единственный, так называемый, культурный слой, который ученые приписывают нашим городам, где здания на много этажей оказались под землей. А в Камбодже что, он отсутствует? А значит, мы только верхушку видим этого масштабного шедевра? Подтверждает мою догадку и то, что наши лучшие умы ломают голову одним вопросом, куда строители дели всю выкупанную землю? Вблизи нет ни холмов, ни насыпей. А его и не должно быть, потому что это не земля рылась, а камнем обложили высотное здание с искусственным водоемом на крыше, сугубо по моему мнению. Для чего строилась, рекомендуем посмотреть просто бомбезный фильм Тамары Савченко «Техномагия Руси. Амфитеатр». У вас сразу все пазлы срастутся. Ведь действительно, чтобы такое построить, мало быть технически развитым больше сегодняшнего времени. Но тут пахнет и магией. А что такое магия? Это все равно, что муравья закинуть внутрь компьютера, где каждая деталь выполняет разные сложные функции, где-то сдерживает энергию, где-то передает, а где-то преображает ее в разные свойства – формы, цвета, звуки, обрабатывает информацию. В магию этот муравей не верует, компьютер сломан, и доказать, как оно работало, муравейнику нереально. Вот так вот и мы в Камбодже. Нам втирают, что большинство комплексов замутили монахи, вытесали камни по 20 тонн, потом на спине это перетащили. В прошлом технологии и магия были единым. Сегодня растащили их по сторонам и довели до абсурда. Помимо западного есть и восточный барай, построенный по такому же принципу. Длина его береговой линии равна аж 18 километрам. Глава четвертая Ангкор-Вад То, что научный мир, оказывается, не знает ничего о прошлом, подтверждают их личные исследования и подтверждают большинство высказанного нами в верхних главах. К примеру, камбоджийские и австралийские археологи с помощью новых технологий обнаружили, что так называемый индуистский храмовый комплекс Ангкор-Вад в Камбодже намного больше, чем считалось ранее. Исследование с помощью лазерного сканирования и георадара всех поразило. Оказалось, что площадь комплекса была не 200 квадратных километров, как считалось раньше, а 3000 квадратных километров. Во-первых, до этих исследований знали об этом? Нет, не знали. Во-вторых, ну какой это тогда храмовый комплекс? 3000 квадратных километров. Ребята, это полноценный город. И рассматривая по уцелевшим остаткам, вообще вообразить невозможно, чем таким ужасным такой огромнейший город можно было разнести. Это же строения вечные. Этот большой город поражает всем. Во-первых, без компьютеров это все точно рассчитать, спроектировать и создать 3D-модель современным инженерам явно будет невозможно, пусть сколько не учатся. Я вижу непревзойденную, великолепную и машинную обработку камня. Но в научных кругах считают, что прошлое не было сказкой. Было все диким и отсталым и делалось ручным трудом. Я поставлю чуть-чуть на паузу, и к людям обращусь. Люди, может быть, вы станете уже давать пощечины тем, кто так говорит. Такие, знаете, чтобы было не сильно больно, но обидно. Обидно человеку, что он говорит «Ню». Мы видим по всему уцелевшему периметру, что трудились над массивными блоками. Впечатляют статуи разных размеров. В них мы видим, во-первых, не только идеальную подгонку швов, что для современных мастеров реставрации даже восстановить оказалось невозможным. Так и еще на этой полигональной кладке лицо. Как? Помимо больших статуй, средних и маленьких, мы видим, как по всем стенам рисовали барельефы, да еще с кружевами детализированными. Такой объем мастерства и труда это что-то невообразимое по современным меркам. Нет, дорогие друзья, прошлое было такой сказкой, кто бы вам что ни говорил. По блокам и швам вместе с рисунком трудно представить это, вначале выкладывалось ли, а потом машинами все барельефы пропиливались, или при добыче камня делалось сразу, а потом строители игрались в тетрис. Это же не то, что невероятно сложно для нашего времени, это просто что-то нереальное. Район Ангкор-Ват устроен сложными гидротехническими системами, состоящими из каналов, рвов и больших водохранилищ, называемых барай. Я считаю, что это только верхушка комплекса. Любой строитель заявит, что под такое массивное сооружение нужен и массивный фундамент. А что научный мир говорит? К примеру, публикация попалась на глаза, храмы Ангкоры Камбоджа строили на песке. Такое возможно. В которой всерьез научными кругами высказывалось, что этот город построен на грунте. Потом доктор технических наук Ивасаки изучал геотехнические характеристики Ангкора в составе японской правительственной группы в 1994 году. В своих работах он отметил, геотехнические данные указывают, что грунт едва ли способен выдержать нагрузку от веса конструкций. То есть ученые до 1994 года каким-то чудом считали, что вот эта вот махина стоит на земле. И только после заявления японского ученого высказалась вторая версия. Город построен на спрессованном песке. Ну, то бишь, утрамбованном. Возможно ли такое? Был такой опыт, когда профессиональные строители в 1960 году я поставлю на паузу и скажу да, почему нет звуком? Я продолжу. Был такой опыт, когда профессиональные строители в 1960 году пытались реконструировать здание, названное храмом по фуон. И как бы это смешно не звучало, по этому же методу, который навязали историки, мол, стройте так, нам виднее, чем вам, строителям. Ведь исторические учебники не могут врать. Высота башни составляет примерно 40 метров, при длине основания около 100 метров. Внутренний материал сооружения уплотненный песок. Угол крутой насыпи составляет 40 градусов. После того, как была построена первая ступень высотой 5 метров, насыпь разрушилась. Вторая попытка закончилась с тем же результатом. В конце концов, французы отказались от идеи следовать историческим технологиям и использовали бетон вместо песка. Как вам такое? Глава пятая. Чамские башни в Вьетнаме. К теме камбоджийских городов можно посмотреть такие же комплексы и в других местах. К примеру, комплекс, расположенный в Центральном Вьетнаме. Если индуистские храмовые комплексы Ангор-Вад, Ангор-Тхом в Камбодже и другие индуистские сооружения в Индонезии и Индии были построены из камня, то Чамские да башни во Вьетнаме из кирпичей. Самые молодые башни анналами датируются 500-600 лет. За другие утверждают, что им тысячи лет. как промышленный кирпич делается мы уже знаем. Да вот только кирпич Союза уже сегодня выглядит никаким. А это простите высококачественный советский кирпич. А современный кирпич через лет 30 вообще будет выглядеть словно песок. Но во Вьетнаме по заверениям научных кругов кирпич держится тысячу лет. То есть заводы Вьетнама технологически были развиты настолько, что создавали вечный кирпич, чему сегодня можно только позавидовать. Как человек с интересным именем Нга Ань пишет «К настоящему времени сотни лет эти кирпичные башни по-прежнему сохраняют свой прежний яркий красный цвет». Все узоры высечены прямо на кирпичах, что редко встречается на строительных и архитектурных объектах. Строители умели производить из простой глины кирпичи со свойствами, которых нет у сегодняшних кирпичей. Доцент Нго Ван Зуань сравнивает кирпичи, произведенные техникой древних чамов и сегодняшней обычной техникой. Чамские кирпичи очень отличаются от сегодняшних кирпичей. Даже если они одинаковые по размеру, то чамские кирпичи всегда легче сегодняшних. Например, сегодняшний кирпич весит 2 килограмма, то чамские лишь 1,5-1,6 килограмма. Внутренняя часть чамского кирпича оказывается более легко сгибающей и гибкой, в то время сегодняшний кирпич легко сломать. Будучи самым большим сохранившимся архитектурным комплексом древней империи Чампа Майсан Санкчери окружен горными хребтами и пышным зеленым лесом, словно древняя индуистская крепость среди джунглей. Только в 1889 году комплекс Майсан был обнаружен благодаря группе французских опять французских исследователей, которые проводили тут геологическую разведку. Позже, в 1903 году, французский археолог Анри Пармонтье и его команда приступили к раскопкам. Они задокументировали 71 сооружение, а некоторые из них даже удалось восстановить. К сожалению, во время войны 1969 года произошел артиллерийский обстрел, который значительно повредил комплекс. американский А, кстати, а может быть как бы война в том числе и для этого была сделана, чтобы почистить все эти красивые артефакты, которые не угодны современному глазу потребителя. Итак, американские войска атаковали базу движения Вьетконг, которая находилась в древних руинах и нанесли постройкам много повреждений. Какое совпадение. Глава шестая найдено более шестидесяти тысяч построек в джунглях Гватемалы. Ученые продолжают делать сенсационные открытия, что они о мире не знают ничего. Археологи обнаружили в джунглях Гватемалы руины более шестидесяти тысяч построек цивилизации майя. «Открытие» Открытие было сделано при помощи лазерной технологии, способной обнаружить возведенные человеком структуры под густым пологом тропического леса. Ученым удалось составить карты более двух тысяч квадратных километров в департаменте Петен на севере Гватемалы. В этой части джунглей были найдены дома, дворцы, дороги. То есть нашли очередной город, причем в джунглях, которым не больше двухсот лет. И никакие эти девяносто тысяч построек шестьдесят ни гробницы, ни храмы, ни оборонительные сооружения, о которых столько поколений нам толтычат со всех сторон. По словам Хьюстона, от масштаба открытия перехватывает дыхание. Я знаю, что это прозвучит как привлечение, но когда я увидел полученные изображения, у меня слезы навернулись, добавляет он. Исследователи использовали технологию LIDAR Light Identification and Ranging, предназначенную для получения данных об удаленных предметах с помощью обработки сигнала отраженного света. Согласитесь, каждому хотелось бы такой LIDAR карманный, чтобы вот там лесочек просканировать, там озерцо, там горочку. Вдруг все это скрывает очередные постройки. Да хренушки, дорогие друзья, такие инструменты делаются по заведомо гиперзавышенным ценам, которые абсолютно недоступны простым работягам, как мы. Ну, согласитесь, десятки и сотни тысяч за приблуду. Такие дела, друзья, открывайте глаза. Археолог Томас Гаррисон из колледжа и так и говорит, полученные с помощью технологии данные ясно демонстрируют, что весь этот регион представлял собой особую целую систему городов и поселений, масштабы и плотность населения, которых до сих пор недооценивались. Гаррисон Глава седьмая Один из необычных городов из Маньямы Долина тысячи пагод является одной из знаменитых исторических достопримечательностей Маньяны Маньямы На площади всего около четырех квадратных километров расположились тысячи уникальных зданий. Это бесценная археологическая зона с тысячами многовековых исторических сооружений, множество из которых богато отделаны золотом и другими драгоценными материалами. Как говорится, каменный век это когда научились в совершенстве владеть обработкой камня до уровня которого нам еще расти и расти. А вот золотой век был именно такой. Целые города покрывались золотом и другими драгоценностями, что до наших дней дожило лишь в крупицах. Как эти тысячи зданий называются? Как вы уже догадались, храмовыми постройками. Уже как-то даже не смешно. Все сооружения, которые находят по всему миру, ученые пытаются назвать то гробницами, то храмовыми постройками, то приписывают к оборонительным сооружениям. Стыдно! Стыдно вам, товарищи! Я нисколько не исключаю, что духовность была в те времена развита на голову выше сегодняшнего времени. Так и технологии развития были и искусство, и культура, и проектировщики, и строители, и механика, и транспорт. Но, по-моему, научный мир возвел себя в ранге клоунов на сегодняшний день. У нас и президентами становятся клоуны, и наука у нас клоунада, и СМИ клоунская, и сами мы потихоньку уже клоуны. У нас государства все выдуманные, боксеры, актеры, еда продается в магазине фальшивая, история вымысел. А что же в нашем 21 веке есть настоящего? Ученые поняли, что Ангор-Ватт не 200 квадратных километров от роду, как считалось ранее, а 3000. Но до сих пор этот город продолжают называть храмовым комплексом. Искусственные озера Камбоджи разных размеров от 8 километров до 18 тоже храмовые комплексы. Во Вьетнаме много городов-звезд, оказавшихся на 10 этажей под землей и тоже километровые. Это обязательно оборонительные сооружения. Причем оборонялись они под землей. Будто такому развитому обществу больше заняться нечем было. Строили шедевры, чтобы друг друга убивать, другие, чтобы там об камень голову постучать, вымаливая грехи за войны, которые приписали им современные историки, а остальные, чтобы хоронить там кого-то в те времена, когда принято было кремировать. Итак, возвращаемся к предисловию. Что такое матрица? Это система. Что такое система? Это наш враг. Оглянитесь, кого вы видите? Людей, которым внушили, что они пограничники, историки, геологи, археологи, блюстители порядка, налоговая служба и так далее. То есть те индивидуумы, которых как винтики смладу обтачивали для работы системы и ее обслуживания, вытирали ей пот и подбирали помет. Система устроена так, чтобы смладу в нас вкладывать несозидание и умение что-то конструировать. Она нас учит лишь подчиняться, жить без цели и не найти себя в жизни. Откуда звучат эти слова? Из легендарного фильма «Матрица», то есть из телевизора, который является тоже частью системы, а значит система одной рукой воспитала целое поколение, которое считает, что все их знания не могут быть разводом. Обман системы же не может быть таким масштабным, заставивший поверить в себя столько людей. но второй рукой, как по таким фильмам, как «Матрица» мы видим, дает подспорья нам и прямым текстом подстрекает. Это все наши враги, с ними нужно враждовать. А кто такой враг? Это тот, который недоброжелатель. Я не знаю, что вы подумали у себя, но враг это всего лишь недоброжелатель, а следовательно, исходя из этого не обязательно врага убивать, как это делают неразвитые. Система одних заставляет веровать в нее и определенными инструментами поощряет и подталкивает, но для других сама же их и высмеивает, подстрекая чуть ли не до войны. вот мы и воюем, а система процветает, сравнив нас лбами, стравив точнее. Я бы хотел немножечко маленькую корректировочку. Система это всего лишь инструмент, всего лишь механизм, большая технология, состоящая из множества технологий. Система это нехорошо, система неплохо. Но над системой стоит синевое правительство, под системой стоим мы, работяги. Но также инструмент под названием система, помимо всего прочего, состоит в первую очередь также из людей, и вот эта вот система, серединка, всеобъемлющая, которая заключает в себе большее количество людей, это всего лишь посредники между паразитами, что наверху, на самом верху, и творцами, которых загнали на самое дно, на самое дно. поэтому бороться с системой или исправить ее, или уходить из границ системы, а точнее выкидывать ее влияние со своего личного пространства, потому что никакая система не может вас заставлять что-либо делать. А если вас кто-то заставляет, значит и вы вправе заставить его. Если от вас кто-то чего-то требует того, что вы не должны делать, то и вы вправе требовать. Поэтому это заблуждение, что вы ничего не можете вас заставили думать, что вы ничего не можете, но если правительство требует от вас, то и вы в абсолютном праве требовать от правительства. Другое дело, что ваше развитие пока не позволяет стать единым целым и выдвинуть правительству как единому целому, которое ведет себя как единое целое, выдвинуть свои требования. их правильным мирным путем попытаться все исправить. Вы в это не верите, вы это делать не хотите, а поодиночке это сделать невозможно. И система, и те, кто ей управляют, снова выиграли. А я продолжаю читать дальше. может пора не врагов в друг друге видеть, а союзников. Вот, я поспешил вперед пули, а он те же слова стал говорить. Появилось частое выражение, что же делать? Часто это воспринимается за малолетнюю глупость, дескать, таковым ремня не хватает, но на самом деле просто у людей болят глаза, так как они впервые ими смотрят. Им не ремень нужен, а стимул. И мы не призываем к митингам или майданам, ведь как прошлые события показали, все это на руку лишь паразитам, а не нам. А как же изменить ситуацию? Перефразируем матрицу нам в угоду. Оглянитесь, кого вы в системе видите, это все наши люди. Среди учителей, среди пограничников, среди прокуроров, сантехников, историков или археологов, журналистов или заводских работников. Везде все наши. Кому-то легко открыть глаза, кому-то нужно немножечко больше времени. помню, человек писал, что учился на историка, но посмотрел наши фильмы, понял, что это путь в никуда. Там все алкоголизмом занимаются, и нет у них тяги к знаниям. Это к вопросу, что делать. Не обязательно уходить откуда-то, показывая тем самым свой бунт и свою беспомощность, который для паразитов будет не громче петарды, взорванной в соседнем городе. Каждому из нас дан тот участок, на котором мы находимся, закатываем рукава, и на каждом кубике, где мы есть, работаем. Во-первых, ставим себя на ноги и свою семью. Во-вторых, расцениваем свои силы и веруем в них и работаем там, где мы есть. В-третьих, ловим в этом интерес, меняем коллективно что-то к лучшему. В-четвертых, выкидываем все ненужное из нашей жизни, все наркоманское, все привычки, которые в нас вмонтировали. Паразиты не создавали систему, они лишь ее. В нее внедрились, исказили ее, поставили все с ног на голову и прогнули под себя. Наша задача запустить обратный процесс. А с вами был снова голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Редактор субтитров Субтитров Субтитров